Крайне мало соотношений с количеством фотографирующих. Творческая встреча с мастером. Одна из серий встреч с интересными и талантливыми людьми, которые проводит наш музей. Это мастер живописи, мастер фотографии, Кобелин Владимир Викторович. Вот сегодня с нами вместе снимает всех нас, фотографирует, ловит каждый момент нашей жизни. Вы знаете, что фотография — это целая жизнь. Это жизнь, запечатленная мгновенно, и эта жизнь уже никогда не вернется. Это то, что остается в нашей памяти навсегда, на всю оставшуюся жизнь. Сегодня вы окунетесь в теплоту и богатство красок Бавринской природы. Насладитесь величественной красотой культовых сооружений. Ощутите ароматы нашего цветущего края. Все работы автора тонко и проникновенно наполнены вдохновением, любовью к земле, на которой вырос автор Владимир Викторович. Представленная коллекция представляет 41 фотоработу. Пейзажная фотография, наверное, относится к самым сложным жанрам фотоискусства. Фотографу необходимо выйти навстречу первым лучам солнца, застать туман от утопищей горы. И только тогда он сумеет захватить истинную сущность пейзажа. Все это требует умения, мастерства, терпения. Перед фотографом стоит задача не просто задокументировать увиденное, а выдать состояние природы, ловить тонкие норки света, то, тона, полутона, передать глубину кадра, построить композицию. И настоящие пейзажисты готовы часами ждать нужного света, нужного радуста, чтобы получился вот такой удачный кадр. Так ведь, Владимир Викторович? Конечно, конечно. Ну и основу, конечно, вот вы уже посмотрели, да? Основу экспозиции составляют разнообразные пейзажи нашего Бавлинского края. Ну и пейзаж занимает особое место в творчестве Владимира Викторовича, бесспорно являясь его любимым жанром. Ведь прекрасное всегда вокруг нас стоит только смотреться к этому прекрасному. Ну и, наверное, мы сейчас предоставим слово самому автору, зададим ему несколько вопросов. Вопрос есть у меня, наверное, есть у зрителей. Хорошо, пожалуйста. Во-первых, всех вас, друзья, приветствую. Здравствуйте. Очень рад видеть вас и молодых, и уже в возрасте. Очень радостно, конечно, видеть всех бавлинцев. Что я хотел сказать, что, во-первых, поблагодарить музей, который предоставил эту возможность. Благодарить Раису Михайловну. Очень большое спасибо ей. В общем-то, от нее исходило первые шаги. Тут пошагово так шло у нас. Сначала была тема, я вам хочу сказать, что снять бавлинский лес, бавлинские окраины зимой, весной и летом один и тот же ракурс. Вот такая была тема у меня, когда я сюда уже приехал. Вот так у меня загорелось. Но потом, как-то все это наслаивалось, и захотелось, и дома. Оказывается, у нас очень красивые дома. И какие-то горы. И вот седьмая школа там. Ну, в общем, все, что увидишь, смотришь под каким-то ракурсом, это все было удивительно, здорово. Есть эти фотографии с небольшой обработкой. Два фоторедактора. Здесь фотошопа нет. Нет ни ландрога, ни фотошопа. Здесь два фоторедактора, которые рекомендуют Windows 10. И фото Google с насыщенностью. Он хорошо подрабатывает. Вот два. Ну, кто понимает, что это такое, тот знает, что такое редактор и что такое фотошоп. Ну, это вкратце. О себе родился я здесь, вот через дорогу. Сосед мой с третьего этажа назад. Здесь мы росли, играли в футбол. Очень здорово у нас была четверка такая. Акласс Зинуров, Рустам Мухеддинов, Раис Мухеддинов и я. А четверка непобедимых здесь была. Похвастливая. Действительно так было. В этом квартале мы выдержали. Подтверди, пожалуйста. Ну, это так. И потом учеба, кстати, в третьей школе. До сих пор теплота этой школы, этих учителей, которых я помню, которых очень люблю. И сердце до сих пор не все. Какие-то, конечно, моменты были, может быть, не совсем хорошие. Мы там начинали. И ансамбль у нас был первый. Вот этот актовый зал в третьей школе, мы там, вот первый ансамбль у нас звучала музыка оттуда. Потом армия. После армии три дня здесь и в Санкт-Петербург. И уже там началось такое новое формирование. Семья. Двое детей. Двое внуков. Внучка родилась вот 11 октября. Все рядом. Потом работа. Какая-то забота о семье. В общем-то, ничего общего с искусством не было. Но черно-белый фотоаппарат семейно присутствовал. Ванная. Кто помнит, красные лучи и все дела. Черно-белые фотографии даже есть у меня и в ВКонтакте. Потом, в 90-е, полностью почему-то вымерло все искусство. И вот однажды пригласили меня в кино сняться. Сейчас помню фильм Грибоедов. Чиновник отстоял там, правда, три часа с главным героем. Вот так. Ничего общего там с актерской роли нет. Но, тем не менее. И вот это дал толчок к тому, чтобы взять фотоаппарат. Все же ходят с техникой. И тебе хочется. Разговор о чем? Как снял, какие съемки. И вот все закрутилось, завертелось. И так прошло без малого пять лет. И встреча уже потом пришел на работу. Это, кстати, фильм. Это форма. Это все он. А это... Пройдите сюда поближе. Это тоже форма. Но потом работа уже в музее современного искусства. И там уже непосредственно столкнулся с пейзажами, с работниками. Такой знаменитый есть Блохин художник. У него там мастерская. Там работал. Там все выставлялись. Я только больше организовывал. Ну, постепенно с фотоаппаратом все это снимал. Выкладывал на ютур. И так вот росло у меня. Потом вот у меня матушка попросила приехать сюда. И 90 лет будет 6 ноября. Я сейчас за ней ухаживаю. Здесь появилась возможность и здесь рассмотреть эти пейзажи. Удивительные пейзажи. Скажу вам, Балуя, это прекрасный город. Прекрасный город, где можно и снимать, и жить неплохо. Вот так. В двух словах. Спасибо большое, что еще раз пришли. И поблагодарить всех вас. Что город прекрасный тут, а точно. А какие тут умные люди живут. И отдаленные, и талантливые. Безусловно, безусловно. Вот беда только уезжает потом, понимаете. Вот никак не... Но как ты...